Жилищно-коммунальное хозяйство города стоически переживает зиму. О состоянии ЖКХ сегодня наши журналисты хотели поинтересоваться у главного коммунальщика города. Что из этого вышло в нашем следующем материале. Горожане хорошо помнят, как убрали внезапно выпавший снег с улицы дорог, как велась работа по уборке листвы и мусора, а сейчас вперед оттепели острым становится вопрос текущих крыш. Прояснить ситуацию решили у директора департамента ЖКХ Валерия Безлепкина. Однако, прямо в начале года оказалось, он ушел в отпуск. Безлепкина вообще существует, есть ли он на месте, мы что-то не поняли. На месте его здесь нет, а он сейчас, как отпускали на больничном. Оказалось, его видели на рабочем месте, но недолго. В отпусках и на больничном главный коммунальщик провел львиную долю всего своего срока пребывания на должности, рассказывает председатель общественной комиссии при департаменте ЖКХ. В результате жилищно-коммунальное хозяйство, и мы в этом убеждаемся дальше и больше, оно просто идет в никуда. И вместо того, чтобы заниматься крышами, заниматься лифтами, заниматься уборкой территории от снега и прочее, мы занимаемся тяжбами какими-то между мэром города и Безлепкиным. Или наоборот, между Безлепкиным. И нам это просто уже надоело. И мы начинаем пытаться выйти на контакт, и мы не можем этого сделать, потому что человек не появляется на работе последние 4-5 месяцев. В этом месяце исполняется ровно год, как Валерий Безлепкин у руля коммунального хозяйства города. Однако реально директор департамента работал всего несколько месяцев. На наш информационный запрос в мэрии ответили, что за прошлый год Валерий Михайлович 45 дней пробыл на больничных, 25 дней в отпуске и еще несколько месяцев был отстранен от работы решением депутатов горсовета. Хотя сам Валерий Безлепкин уверяет, работать ему просто не дают. Здоровьем Валерий Безлепкин занимался исправно. Причем в разных медучреждениях. Как рассказал Владислав Драчев, больничные листы были предоставлены в частности в железнодорожной поликлинике, университетской больнице и других медучреждениях. Человека нельзя уволить прежде всего, когда он находится в двух состояниях. Это когда он болеет и когда он в отпуске. Вот в этот период уволить невозможно. Быть ситуация несколько как бы... Обычно, если учесть, что последние 15 лет уже у нас появляется болезнь чиновников, как только у них начинаются неприятности, они начинают болеть. Тем временем финансовые дела в системе ЖКХ оставляют ждать лучшего. По словам общественников, в прошлом году недоосвоили миллионы бюджетных средств. Руководит этим все департамент. Он должен был и должен, это его обязанности, пробивать эти иногда стены, которые мешают нам жить. Мы сегодня не использовали 100 миллионов бюджетных денег, которые просто тупо ушли туда, в центральный бюджет. Только потому, что господа Безлепкины, я их называю во множественном числе, это не только в Запорожье подобное творится у нас в частности, они просто тупо не хотят работать. Валерий Безлепкин уверяет, работать хочет. Главное, чтобы не мешали. Безлепкин готов вернуться к исполнению обязанностей сразу же, когда мэр перестанет шунтировать его работу. И когда не будет прикрываться тетушками и блокировать административные здания. Представители городских властей неутешительно отзываются о работе нынешнего директора департамента ЖКХ. В свою очередь, тот критикует в ответ. Тем временем, ЖКХ города продолжает приходить в упадок.